У нас общество не большое, но... Итак, коллеги, у нас сегодня очередное заседание экспериментного семинара. У нас докладчик Борис Николаевич Гроздов расскажет нам про освоение манерного профессионализма, например, участие в разработке внутренней системы управления ВМФ. Мы видим как раз правильный момент, сейчас мы видим в МИК. Да, как раз, да. То есть, как раз? Да. Обычно прошу записываться присутствующих, передаю себе... Есть вопросы, и хочу коротко на эти вопросы дать вам какие-то пояснения и ответы. Во-первых, почему я об этом сейчас буду говорить, для нас, из тех, именно об инженерном профессионализме. Я так понял, что из тех конкретно не готовят профессионализм инженеров, да? Готовят исследователей для Академии наук. Но, тем не менее, дня к дня, как по специальности инженера, важно состояние сегодняшней инженерной науки и инженерного сообщества, которое находится в очень тяжелой половине. То есть, фактически ее задвинули на задворки социальной жизни, и все пытаются объяснить, почему это происходит. И падает в престиж инженерной профессии, никто не хочет быть инженерным. Вот почему это сейчас происходит, что после введения? Почему это происходит, потому что это непонятно. Есть разные объяснения. Вот одно объяснение. Одно из различных объяснений заключается в том, что снижается качество обучения. И инженерами себя называют люди, которые эти понятия не соответствуют. В результате идет такое, знаете, обоснование идеологическое, что у нас постиндустриальная эпоха. В постиндустриальной эпохе инженеры уже не нужны. Приходят новые профессии, там подиумные эклористы, там менеджеры. Вот они являются самыми главными. Это одно объяснение. А второе объяснение еще другое. Вы знаете, что у нас вообще в России обычно в инженеры шли люди из низов, из кухаркиных детей. А все, кто из буржуев, они все шли в университеты, для того, чтобы получить гуманитарную профессию. Так исторически сложилось. А с собой сейчас у нас восстанавливается вот это сословное общество, то при этом восстанавливаются еще сословные вот эти ограничения, сословные предростки. Это грязная профессия, это неинтересная профессия. Это для кухаркиных сынов. Но тем не менее я считаю, что от будущего инженерной профессии, инженерного профессионализма, завещает будущее страны. И вот я хочу поговорить на эту тему. Как сохранить, восстановить и развить инженерный профессионализм в нашей России? То есть будущее России зависит от инженерного сообщества. А я хочу посмотреть на то, как формировался вот этот инженерный профессионализм на примере очень далекого времени, примерно сорокалетней давности, когда был такой инженерный корпус в нашей стране, который делал вот такие объекты. И они работали, они были одним из лучших. Вот что-то в этом прошлом есть полезное для нас. То есть вот это... Да, 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 вот я об этом хочу сказать. Как это будущее сохранить? Ведь будущее, оно не из ума возникает, оно из сегодняшней жизни и даже из прошлой жизни. Вот что-то в прошлой жизни было такое, раз таки будущего, которое потом грязными сапогами затопкали, выдернули, а потом вспомнили, ёлки-мо, раньше было такое. Но без ума не возникает. Без ума, конечно, и субъемка. Не возникает без ума. Вот об этом я хочу рассказать. Поэтому, сяк, в качестве примера, вот опыт своей непубличной деятельности, о которой я редко говорю, поскольку это были закрытая тематика, но сейчас прошло время, сорок лет прошло, ничего этого уже в жизни нет. Это всё уже перекладано. То есть вообще совсем другое сейчас существует. Но способы организации инженерной деятельности и способов формирования инженерного профессионализма, они должны представить интересы. Вот о чём я буду говорить. А когда я буду говорить, я это именно о себе буду говорить. Я как бы рефлексирую. Рефлексирую, вот смотрю на прошлое и представляю, что там в этом прошлом было объективным. То есть, как бы коллективный деятель был, коллективный инженер, коллективный сообщество. Вот на эту тему я буду говорить. Это первое. Второе. Это этапы инженерной профессионализации. Я выделяю два этапа. Это вузовская подготовка. Все мы ее знаем. И инженерно-профессиональный этап профессионализации. В каком соотношении они относятся? Я считаю, что инженер профессиональный формируется годами и обязательно в процессе реальной практической деятельности. Сколько для этого нужно? Ну, лет 5-7. По западным стандартам профессионализма, для того, чтобы инженер стал профессиональным инженером, он должен иметь опыт 5-7 лет реальной практической работы. Ну, это по тем правилам, которые существуют в Америке, в Западной Европе. Есть даже ограничение возрастения. Если человек моложе 35 лет, то он не имеет права становиться профессиональным инженером. У него просто не дают сертификаты. Считают, что он слишком молод. Вот до 35 лет это слишком молод. То есть примерно 10 лет нужен реальной производственной деятельности. Вот так на Западе принято. Это вот по правилам профессионализма. Значит, так, в начале порядка. Мы будем как вот? Как вам удобно, если вам допускаете замечание? Не-не-не, давайте так, просто чтобы мне покороче было, я вам вот эти 10 вопросов изложу, а потом вы будете мне задавать вопросы и давать замечания. Согласны? Вот. Вот. Бузовский период профессионализации. Вот той, которая была раньше, было что-то полезное и очень интересное. Я просто хочу ответить три момента существенные, которые обеспечивали профессиональную квалификацию инженерных кадров. Вот. Первый. Это из твоего собственного опыта и, значит, из опыта всех моих однокашников. Уникальный случай был в истории студенческой жизни, когда курс профессиональный. Читал профессиональный инженер. Как правило, бывает очень редко. Конечно, все курсы читают высококлассные профессора, доктора, не знают свой предмет. Но для инженера очень важно, чтобы хотя бы один курс прочитал профессиональный инженер, реальный, который пришел вот с реального производства или с реального инженерного дела. Вот у нас был такой случай. Какой был случай? Это Московский институт инженеров транспорта, факультет автоматики и учрительной техники. Курс телемеханики состоял из двух разделов. В телеизмерении, в телеуправлении. В телеизмерении читал профессор, очень известный, уважаемый, но он ничего в телеизмерении реально не понимал, потому что он этим не правильно занимался. А курс телеуправления читал ассистент, парень 27 лет, который до этого 5 лет или 4 года работал по созданию и внедрению уникальной в то время системой телеуправления БМТУ-58. Он рассказывал, как эта система работает. Бесконтактная, непрерывная система телеуправления тяговыми подстанциями на железной дороге. Он раздал всем схемы приемного и передающего полукомплекта телемеханики, и он буквально натаскивал нас на то, как читают эти схемы. Из его уст было видно, что такое реальные инженерные деятельности. Потом это засело так в голову каждого, буквально каждого из нас, что мы могли эти... Мы чувствовали, как это все работает. Мы чувствовали эту внутреннюю логику. Это было редко, потому что профессиональные инженеры, как правило, не идут в институт читать лекции. Им это не интересно просто. С определенного периода им интересно реальное дело. Но если вот хотя бы один-два курса таких появляется, это очень здорово. Вот один случай. Второй момент в области вузовского образования, это ориентация на конкретную работу, так называемое распределение. И второй дипломный проект, который делается в том месте, где ты там будешь дальше работать. Вот так у нас было организовано. Если все думают, что распределение, это пришел и тебе на комиссии назначают, на какое-то место, ничего подобного. У нас было по-другому. У нас с начала пятого курса к нам приходили представители оборудованных фильм, ящиков, так называемых. Потому что факультет ориентировался на то, чтобы подготовиться в столице для ящиков. И рассказывали. И, значит, попытались договориться о том, что они предлагают работать у них, и они предлагают у них делать дипломный проект. Вот так, кстати, у нас, это не только я, а со мной трое человек так определились. То есть предприятие, почтовый ящик раньше назывался 30 или 60, и выделился из МИИ 1 или 3 по 100, который занимался системой управления движением боевых кораблей. Ну и соответственно, с системой вооружения. Ну и об вооружении ничего не говорили. Вот мы так, как и записались, нам предложили делать преддипломную практику, предложили делать конкретный проект на примере будущей работы. И это было очень полезно. Потому что мы пришли в организацию, которая реально была уже погружена в разработке конкретного проекта большой системы. И мы должны были в своем дипломном проекте показать, что мы там хотим поменять, что там хотели бы изменить, что усовершенствовать. В частности, я предложил, я пришел и сказал, что это все вообще нужно сделать по-другому. Нужно сделать на базе цифровой технологии. И, значит, вот в этой цифровой технологии применить не классическую систему арифметического, а систему ЦИДА. Цифровые дифференциальные анализаторы и инкремиентные машины. И удивительно, что когда мы эти дипломные проекты предварительно рассказывали в лаборатории, пришли старые умудренные инженеры. Конечно, с большим скепсисом они нас смотрели. Но нас не размазывали по стенке. Им было интересно, что эта молодая поросль тут у них может предложить. Это было очень полезно. Вот эти вот три момента вузовской профессионализации. Но самое главное, я считаю, это период инженерно-профессионального погружения в профессию. Я считаю, что вот тогда было обеспечено условие для прохождения всех этапов инженерно-профессионального освоения профессии. То есть этап разработки, исследования, разработки, реализации, наладки, испытания, ввода в эксплуатацию и дальнейший этап сопровождения уже созданной системы. Вот реально, реально, когда мы пришли, разрабатывался проект системы управления движением большого противоволожного корабля проекта 61. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Скажите, а вот в такой системе был ли воспитан хоть один главный конструктор? Да, вообще из этой плеяды людей сформировались главные конструктора некоторых систем управления движением. Ну, корабли с нестандартными способами поддержания, в частности, для судов на раздушную подушку. Вот вы учтите, что эти номера, они не обращайте внимания, это один и тот же корабль. Это БПК проворный, а бортовые номера меняются всякий раз, когда корабль уходит в дальний поход. Ночью меняют. Перекрашивают, и он уходит с другим ногами. Но на самом деле, реально, вот реально корабль один и тот же. БПК над проворный. Вот это после, между прочим, видите, у него там заверка, там, глупые поставили. Вот это малый десантный корабль Зарказа Джейран, вот он до сих пор нескольких экземпляров действует на Каспийских флотилии, вот. И вот эти системы, значит, человек, который занимался, и сейчас его уже нет в живых, и уже было 40 лет назад. Это вообще по-русски, который разрабатывал, который разрабатывал и в основе системы управления. Ну, естественно, последний, который вы написали в леса, онаплан Лун. Вот я хочу просто некоторые моменты профессионализации на этапе инженерно-производственного вхождения в профессию. Ведь не было такого случая, чтобы вам классически дали вначале участвовать в исследованиях, потом в разработках и так далее. Мы попали сразу же после распределения на этап сборки и наладки этой системы управления. О чем идет речь? Это была комплексная система управления движением корабля, вот такого типа водоизмещающего, вот, который включал в себя управление по курсу, управление для производства специального маневра, положим, противоулочный зигзаг. Дальше, управление креном, то есть успокоитель качки, вот, и блоги, которые обеспечивают взаимодействие вот этих каналов, то есть успокоитель качки и управление по курсу. То есть это все управления движением. Вот. Когда мы пришли на вот эту организацию, то, то есть, короче, шла работа по отладке и сборке системы в стендовом варианте, и все мы должны были в этом участвовать. Система собиралась на стендовом полигоне в пределах этой же самой организации, и нужно было обеспечить предъявление ее заказчику. Заказчиком являлся главным управлением кораблестроением главного штаба ВМФ, и они должны были приехать и принять эту систему в стенде. И вот, когда эта работа шла, то, значит, естественно, там масса была, аузыкоев, там система не шла, там возникали всякие там земли, значит, короткие замыкания. И вот, как вот все представляют, что была такая благостная работа с течением газеток, с курением. В последние несколько дней перед сдачей заказчику вообще мы не уходили с работы, там лучше оставались. Потому что вот утром должны были приехать из ГУКа, и мы должны были показать эти действующие системы, а она у нас не работала. Поэтому ночью ползали буквально на коленях по полу, в котором лежали эти листы с монтажными схемами. Пришел главный конструктор, вот это был уже пожилой человек, где-то ему было около 60, он сидел, не ругался, не заставлял нас. Он просто сидел и ждал, сидел и переживал. И когда мы где-то в часах в три ночи, у нас все это заработало, да, он, значит, принес графин медицинского спирта, и потом нас на графике развозили по домам. Это вот был один этап, в котором пришлось работать. Второй этап, это наладка системы в режиме корабля. Значит, корабль стоял на достроечной стенке в Николаевском краблеостроительном заводе. Систему нашу разобрали, увезли в бригаду. Потом начальник говорит, что Борис, поедем на корабль в Николаевском. И мы несколько месяцев занимались тем, что заводили систему в дуума в условиях реального корабля, который был при появлении нашем в Николаеве, еще не плотский, но заводский. Там была заводская сдаточная бригада, и уже была, значит, был экипаж корабля. Это все было вместе, он считался кораблем еще, так сказать, заводской. Дело в том, что очень важно ощутить обстановку реального живого корабля военного того времени. Мой начальник, он знал уже этот тип корабля 61-й, когда мы зашли на этот корабль на заводе, и он сразу же, значит, спустился в люк, и я за ним тоже пошел. И где-то в течение часа он, значит, носился как сумасшедший по кораблю, там было 5 или 7 мест рабочих, где все это оборудование было, значит, размещено. И ситуация была такая, там свалка, там десятки организаций. Вот. Ответственный сдачек на берегу такой у него будка была. Это было вообще что-то невообразимое. Там вообще, значит, масса народу. И у нас проблемы возникли, тоже очень много интересных. Давайте я вам верну. Вот, смотрите. Пульт корабля, пульт, который был, может быть, облечен главным командным постом, мы решили его не разбирать по частям, а нам сказали корабелы, что вы можете затащить вот этот пульт там. Сейчас я вам... Посмотрите, вот этот ходовой пост, главный командный пост находился вот здесь. Нужно было вот этот пульт управления затащить через люк, и в этот главный командный пульт затащить. Он не помещался. То есть нельзя было его растащить, нам нужно было его разобрать. Нам нужно было неделю. И когда мы пришли к ответственному сдаччику кораблю, то есть сказали, что нам нужно неделю, он говорит, никакой недели нет. Все должно работать завтра. Они говорят, ну что нам делать? Он так задумался, и вот смотрите, что вот реально происходило. Корабльно стоял из стенки. Значит, мгновенно появились несколько сварщиков. Здесь опустили льетку, подошел кран, вот здесь вырезали тырки в борту корабля. Плиту вынули кран, затащили пульт сбоку, потом эту плиту ставили на место, заварили, зачистили, закрасили. Я понял, что правильно говорят по корабле, что это коробка. С этой коробкой можно делать все, что угодно. Смотрите, это вот ходовой пост, здесь главный командный пост, тут запасный командный пост, там ромбельное отделение, здесь бортовые рубли, там отделение вспомогательных механизмов, там была аппаратура. То есть это в семей боевых постах была размещена аппаратура. Поэтому группа инженеров, которые работал на этом корабле, выполняла работу любую. И, значит, монтаж, и наладка, и, значит, протаскивание кабелей, вот, и помогали рабочим. Это была, я вам скажу, тоже слава. А длина корабля, что у вас? 140, по-моему, метров. Вот, измещение 4 360 тонн. Ну, это корабль чуть больше эсминца. Кстати, я потом могу более подробно про характеристики. А бортовые рубли? Нет. Он вообще достаточно легкий. Он не бронированный. Это же корабль противовоздушной, противолодочной обороны. Это корабль эскортный. Его задача сопровождать конвои, охранять ударные корабли, разыскивать уничтожать подводный лодку противов и обеспечивать оборону противовоздушную для этих кораблей. И при этом он не бронированный. А? Нет, не бронированный. Он был не бронированный. Это вообще здесь все классы вот этого типа кораблей, там эсминцы, тридцатки, вот 61-й проект, 11-34, все не бронированные корабли. Тоже они не ударные. Это корабли вспомогательные. Вот дальше очень важный этап, который, значит, пришлось пройти, это этап испытания швартовых, ходовых и флотских. Потому что корабль после этого перетащили из завода 61-го коммунара на достроечную стенку завода имени Насенко. Сейчас я не знаю, как он называется, Николаев, может быть, завод имени Степана Бандера, ну не знаю, ранее не назывался. Завод Насенко. И, значит, смогли отварить от стенки где-то 6-го, 7-го раза. Потому что, да, давали команды воевая педорга, значит, по местам стоять, потому что во вторых 7-марсах потом отбой воевая тревоги, там где-то прорвалось, где-то там масло кекло, в общем-то. То все по линии БЧ-5, не по системе управления, не по чарам. БЧ-5 это что? Почерпать. Это электромеханическая боевая часть, куда входит двигатель-востовой, установка всей системы жизни и обеспечения корабля, которая обеспечивает его движением. Потом, значит, в конце концов, где-то под... Ну уже ночь начала. Началась. Корабль с трудом вышел в море, а систему нашу выключили, чтобы она, значит, еще была не отлажена, не проверена, не испытана, и шли в обычном, простом ручном управлении. Вы знаете, что это такое, да? Простой ручной управлении. Когда стоит рулевой, у него фактически директ кнопки. Правая кнопка включить рулевую машину направо, левая кнопка включить на левую машину. Вот вот этими кнопками он ведет кареру. Самый простой способ. Вот таким способом мы дошли к Севастополе. Очень было интересно посмотреть, как это все работает вживую. Поэтому мы ночью уговорили командира, чтобы нам дали возможность включить нашу систему и посмотреть все-таки, как она будет работать. Ну ладно, только осторожно. Включили, вроде работает. Включили успокоитель, работает. Решили проверить связь двух каналов управления. Значит, управление в качестве корабля и управление по курсу. Попросили командира сделать небольшой циркуляцию. Чуть-чуть поверните, а мы посмотрим. Он сделал небольшую циркуляцию, и корабль как завалился на бот и черпанул бортом в воду. То есть там перепутан полярность. Поскольку вообще динамика корабля сложная, когда он входит в циркуляцию, то реально он вначале кренится под действием силы руля внутрь циркуляции, а потом центробежные силы его поворачивают во внешнюю сторону циркуляции. Каким бортом черпанул? Да, это внутренним бортом черпанул сразу же. Поэтому командира сказал, бросите вы это все, потом начали разберите Севастополь, а прекратить больше не касайтесь. Вот пусть, значит, поведем так, как поведем. Потом, когда пришли в Севастополь, рано утром, шел дикий снег, и поэтому мы так с ехидцем спрашивали штурмана, может, он ошибся, может, мы в Мурманске пришли. Корабль загнали в Канкерману, там угольный причал, поскольку он был такой секретный, значит, раньше не показывали, вот начался дальше в течение двух месяцев режим испытания корабля на всех стадиях. Значит, что делалось? Испытывался корабль, и система его управления при разных скоростях хода, при разных курсовых к волне, при разной бальности моря. И программа испытаний была согласована с ГУПом. Нужно было найти все режимы. Но самое сложное было найти, это уже в март месяц, нужно было найти пять баллов шторма в Черном море, которого к этому времени уже не было. А без испытаний в пятибалльном шторме и прилаганном к волне гусару в 90 грамм система считалась еще непроверенной. Метеологическая служба флота говорит, ну это же к Новороссийску, там воро дует, всегда можете найти. Пошли туда, вот там входили. В конце концов все было нормально. Была создана государственная комиссия, приехало большое начальство из штаба флота. потом там какие-то незнакомые мне любят. А я занимался системой измерения параметров движения корабля. То есть у меня был регистратор, несколько осциллографических регистраторов и мерили все параметры движения. Потом я их расшифровывал и комиссии показывал графики изменения, рыскания, крена при разных параметрах движения. Вот вроде системы стали, как бы даже акт подписали, мы его устроили в Севастополе. Вообще праздник по этому ходу. Потому что система станоплотов, это было гостиница в Севастополе. Значит в номере люкс у главного конструктора. Все было очень здорово. Потом в конце наш главный военпред сказал, что ему нужно пойти в свой номер. Никак не мог найти свой китель и кураж. А другой наш ведущий инженер не нашел радиоприемника спидула. А потом мы не нашли нашел главного конструктора. Мы слава же сообразили, что в чем дело. Мы побежали к Матросскому бульвару и видим такую картину. Идет наш главный конструктор в тапочках и в пижаме, в брюке, в майках. У него накидель, фуражка и спидула, из которой играет такая браво ная музыка. Мы его под белой ручкой взяли и пытались выяснить, куда он шел и зачем. На что он не мог членораздельно ничего там сказать. Ну понятно. И вроде бы все, да, и мы уже насколько нам надоело в этой командировке, и я думал, что наконец-то вернусь домой. Потом на следующий день приходит главный конструктор и начинает издалека заводить разговоры. Женат я или нет? А как у меня в семье? Я говорю, что пока не женат. А вот у меня жена рожает этого ведущего, сын. Я говорю, было соглашение с флотом, ввиду того, что эта система экспериментальная, то нужно обеспечивать авторское сопровождение должных представителей нашей организации в течение определенного срока, там полгода, по-моему. Я начал выяснять, в чем мои функции. Мне подробно объяснили, в чем мои функции. Я должен с кораблем выходить каждый раз при выходе, я должен тестировать систему, я должен обучать руевых и отвечать за ее работоспособность. И у меня примерно два месяца заняла моя деятельность. Хотя, не смотря на то, что это вроде бы была эксплуатация, но очень полезная для понимания того, что такое корабль вообще, как в этом корабле работают те системы, которые у него поставлены, как они выполняют свою функцию, как вообще это все вместе взаимосвязано. То есть вот эти этапы, то есть наладки, испытания до эксплуатации. А вот этап разработки он был связан лично у меня и у многих моих соратников с созданием системы управления движением вот этого самого корабля. А можно еще вопрос? Да, да. Вот у этого корабля силовая установка газотурбинных двигателей на самом отделении. Это был один корабль экспериментальный, вообще первый в истории флота, когда была установка газотурбинных двигателей. Там просто был в виде топлива керосин, это все работало как авиационный двигатель, такой свист. после этого такие газотурбинные корабли не делали. Ну и как? Надежно. Нет, газотурбинный двигатель, авиационный двигатель, четыре большие авиационные машины, стояли турбины, работал на керосине. Понятно, да? Но турбины крутили, что это? Турбины крутили, значит, генератор, генератор выдавал напряжение, он вращал маршевые двигатели двух винтов, то есть электрическая передача. Понятно, так? Генератор двигатель, электрическая передача. Обычная электрическая передача. Вот, когда я вернулся, во все шло проектирование системы управления движением вот этого корабля, заказа J-RUN. И что тут, какие возникли проблемы? Ну, например, нужно было выбрать соответствующий системы, которые измеряют параметры движения, в частности скорость движения, там уже главный поставишь, поэтому решили использовать допливательские измерители скорости. Дальше решили использовать центральный авиализонт. И вот я конкретно согласовывал использование этих элементов у тех организаций, которые их разрабатывают. Когда я поехал в Аркаковскую фирму, это носок, вы же знаете, такая большая крупная фирма, которая занималась авиационным оборудованием, мобилниками. И начал объяснять им, что нам нужно центральный гервертикальный корабль. Они сказали, пожалуйста, это только в центре качения корабля. А у нас в центре качения твин-дэх. Твин-дэх это помещение, куда выезжает десант, то есть там три танка. А центр качения тут, когда корабль механический, когда корабль как конструкция качается, вокруг этой точки мысленно идут все повороты. Понятно? Значит, начал жаловаться, я вернулся, начал жаловаться главному, что они не согласуют. Началась очень длинная бодяга с согласованием установки этой гервертикали. Потом, значит, гироскопами все, платформа, гироскопы, да? это гироскоп, который, ну, в самолете гервертикаль, значит, она меряет крен и тангаж и вот для того, чтобы потом их использовали в системе управления. управление осуществлялось двигателями, дальше вот эти винты изменяли шаг, гидравлическая система управляла изменением шага винта, и нужно было согласовать использование этой гидравлики для приведения на этом корабле. А гидравлику делалось на заводе в Зеленодольске под Казани. То есть, меня там послали, говорит, согласуй и выясни частотные характеристики этого, значит, этой гидромашины. начал говорить, что нам нужна переходная характеристика, они вытрачили глаза, говорит, что это переходная характеристика. Мы не знаем, мы гидравлики, мы управленцы, тогда мне пришлось вместе с ними, тут же, на месте, делать эксперименты, потом эту характеристику приносить на предприятие. Моя задача была в том, чтобы разработать электрическую систему управления. Главный командный пункт находился здесь. Вот это вот автоматы, шестиствольные, АК. А переменный шаг винта это что? Вот угол этой лопасти винта изменяется. А. И вот за счет изменения лопасти винта меняется тяга. За счет изменения лопасти в разные стороны появляется момент, который поворачивает. Потому что у него нет руля, он же на подушке идет. Понятно, да? А. А. Руля нет. А. Руля нет. Руля нет. Руля нет. Руля нет. Руля нет. А. А есть еще и воздушный киль. Конечно, это тоже. Но эффективность киля одна, эффективность двигателя другая. Вот. И есть еще рактуф, который с помощью струйных лентов тоже позволяет струй. Струйный двигатель, который позволяет еще разворачивать этот самый корабль на воздушной подушке. Вот. А у рулевого одна ручка, да? У рулевого это большой пульт управления. Да. Он управляет и машином, двигателем, и там у него несколько таких вот рычагов. Вот. Когда делали пульт управления, пригласили разных там дизайнов, специалистов там и сделали такой макет этого пульта управления. Вот. И когда приехал из Гука капраз капитан первого раза, он посмотрел такую громадную макет пульта и говорит, вы вообще мужики, на корабле-то бывает? Вы что это вообще не придумали? Он сидит на кресле, вот такой он инонимус. Да он, говорит, заснет на этом кресле. А как навалится при качке, сломает эту штуку, все это выкиньте, сделать как положено. Вначале на корабле побываете, посмотрите, как это все работает. Поэтому пришлось все это переделывать. Вот этот этап разработки. И еще коротко об этапе исследования, в котором тоже пришлось участвовать. Этот этап был связан с с экраноплана. Нет, а все-таки там уже достаточно много механизмов поворота. От киля до скройной пыль. Там было несколько рычагов, это вообще была сложная система, в принципе, сложная система. Там было несколько рычагов, которые управляют шагом винта, тягой двигателя. Потом был такой сделан специальный полуовальный такой, типа штурвала, который позволяет управлять вот этими рулями управления. А вот вроде еще с того момента, как создавали управление вертолетом, это все старались объединить в одном автомате. Ручка, шаг, газ. На самолете этих вас не время. Тут есть традиция чисто флотская. На флоте там, в общем, есть разделение положено, там обязанность положено управление двигателем, производит постэнергетки и желучести. Вот так сложились. Они управляют двигателем. Управление по курсу делает ВЧРАС, то есть боевая часть штурманская. Она занимается этой функцией. Так вот это все объединялось в главном командном басту. Вот по этапу, я что-то затянул, по этапу исследования. Вот конкретно исследования проводились мною, конкретно, я участвовал в исследовании динамики движения вот этого корабля, который был разработан центральным конструкторским бюро на подводных крыльях ЦКБ СПК Алексеева, который находился в городе Горьково. И он занялся вот этим новым типом летательного аппарата, который назывался Экраноплан. И разрабатывал все в основном сам, не доверяя никакой науке. Он считался науке здесь ему не нужна. Он самый главный ученый. Когда один из таких кораблей Макет КЛ разбился и погиб экипаж, что он было постановление ЦК и САРМИНа, чтобы подключить к этому высокую науку, академическую. Я, какому день, работал на суть проблем управления в закрытом этом отделе. И оказалось, я там тоже, поскольку в испытании корабля, когда у нас была государственная комиссия, там появился какой-то очень любопытный голобрысый мужчина, который начал лезть своим носом и спрашивать, что это за провода. Я его хотел, я посчитал, что он салага и хотел его отшить. Мне сказали, что не трогай бы, это из академии лаборатории. Он от трописта. Он начальник лаборатории. Потом я в нем оказался в лаборатории и занялся экранопланом. Вот это этап работы с этим экранопланом. Очень сложная была ситуация, поскольку динамика этого корабля была неисследована, во многом непонятна. Режим его работы был сложный и трудно прогнозировать, поэтому пришлось разработать вначале математическую, а потом, вернее, даже не математическую, а имитационную, машинную модель движения корабля при движении на экране. Вот эта модель была разработана, реализована на МН-14М, спарта такая, моделирующая установки, тогда это была одна из самых крупных электронных моделирующих установок, аналоговых. Она практически заняла все ресурсы этой установки суть проблем управления. Я ее угонял где-то два месяца в разных режимах. А что значит экран? экран? Гран это смотрите как, это такой способ поддержания судна, при котором используется эффект близости поверхности, над которой летит это сооружение. Чем меньше высота полета, если она особенно или равна форде грла, или меньше крыла, подъемная сила увеличивается в два-три раза. За счет этого эффективность двигателей при обеспечении движения оказывается выше, чем обычного самолета в обычном полете. Понятно, это вообще не наше министерство авиационной промышленности. Авиационники говорили, что это корабль. Конкретно я наблюдал ситуацию в летно-испытательном полигоне у Алексеева на Горьковском море. Приехала большая комиссия, в том числе из летно-испытательного института из ЦАГи. Вот они говорят главные начальники. И там еще, был тропизм. И вот, когда показывали это все сооружение одному из главных специалистов ЦАГи, он долго лазил по этому сооружению, потом вышел, всех собрал и угрюмо сказал, это, конечно, самолет. Но только очень грубо сделали. Вот. Ну и создали, спроектировали. Смотрите, как если он взлетает повыше, это называется подпрыгнуть. Я это проверял. Смотрите. Он может подпрыгнуть путем форсажа, увеличения тангажа и за счет закрыл. Но при этом резко уменьшается эффективность. И он становится как самолет. Понимаете? Что значит эффективность? То есть это соотношение мощности двигателя к поднимаемому грузу. При той же скорости. двигателя он может поднять груз летая у поверхности земли в 2-3 раза больше, чем обычный самолет на большой высоте. Скорость у него 500 км в час. А, конечно. Я потом покажу. Я потом смотрел транспортные характеристики разных типов объектов, в частности экраноклана. Там есть таблица. И там выяснилось, что там есть масса всяких проблем. То есть вот этот этап чисто технологический. Такой этап исследования. Он тоже был. летать на какой-то высоте вдали может. Но очень неэффективно. Он будет много. Есть топлива. Быстро долетит, но небольшой груз. Скорость у поверхности Земли 500 Если он поднимется, он может и больше иметь скорость. Но у него, во-первых, быстрый расход топлива. Эффективность перемещения груза. Он же несет себя воскид. Видите? Сверху. Как раз рука не надо постоянно держать. Какое расстояние от Земли? Это зависит от порта крыла. Ну, где-то 2-3 метра. 2-3 метра? Ну, это большое расстояние. Да. Чем меньше, тем лучше. Но дело в том, что он же должен обеспечивать движение при разной бальности моря. Если большая волнение большое. Кстати, почему погиб этот экраноплан Каэн? Там было небольшое волнение. Он делал вираж и зацепился крылом за поверхность. Крыло отвалилось и, значит, разбился в этом-то. И нужно было дать ограничения на крен, на, значит, тангаж, на способ подпрыгивания. Вот реально. Как должно быть подпрыгивание? Как оно эффективно может происходить? Если сможем перепрыгнуть какое-то препятствие, это одно. А положим подняться на высоту 15 метров и лететь, это уже неэффективно. Нужно, кстати, вниз опуститься. А вниз опуститься волнение моря большое. Он не должен касаться поверхности волн. А в коже волна? Ну, 3 метра, да? Волна зависит от вольности. А вольность она определяется трехпроцентной обеспеченностью. Потому что там есть такое понятное трехпроцентная обеспеченностью. Говорят, 4 балла, но из ста волн где-то 3-4 может быть и под 6 баллов. 9-й вал, да? Оно-то вроде все нормально 3 балла, но одна волна может испортить все это картинно. Понятно? Поэтому это же ситуация статистически неопределенная. А нельзя с этой ситуацией бороться с каким-нибудь упрочнением? Можно упрочнением, а он и так вот, он же всегда грубый, у него крыло короткое. Оно есть специальная реброжесткость усиленная. Атаку действительно там. Но при этом эффективность этого сооружения уменьшается. Вот. Значит, из этого пункта я делаю вот, что очень полезно для профессионализации проходить эти все этапы вот инженерной деятельности. Так, теперь я, значит, хочу вот сказать о моральном кодексе инженера. Если можно. Очень важный момент вообще в инженерной деятельности это мораль, нравственность и чувство ответственности. У нас, в принципе, нет официально опубликованного морального кодекса инженера. Как клятва Гиппократа. Да, как клятва Гиппократа. Да, да. В западной инженерной культуры. Когда человек получает квалификацию профессионального инженера, он подписывает кодекс, моральный кодекс инженера, где масса требований. Одно из требований это обеспечение моральной ответственности за результаты своего труда. И в частности ответственность за занятие той работы, то есть он не имеет права заниматься работой, которая не соответствует его реальной квалификации, его реальной профессии. В нашей реальной инженерной практике, особенно последних десятилетий, появляется явление такое возникает, которое иначе как моральном разложении инженерной системы, всего инженерного сообщества назвать нельзя. Но например то, случилось на Чернобыле или на Саяно-Шушенской ГЭС. Вообще там можно много об этом говорить, но почему профессиональные специалисты, имеющие высочайшие научные степени, звания, вот незадолго до аварии на Саяно-Шушенской ГЭС подписали акт о том, что эту систему в том виде можно использовать в промышленном режиме. Никакой ответственности они не понесли, пострадал и был осужден руководство станции, главный инженер, начальник станции, заведующий кафедрой, академики, которые подписали, что можно эту систему, эту станцию использовать в промышленном режиме со всеми агрегатами. Хотя раньше же было известно еще в советский период, что станция не готова для промышленной эксплуатации. Ее нельзя, особенно второй агрегат, нельзя использовать в таком режиме. Поэтому даже Чубайз говорит, а я чем вообще? Смотрите, вот ваши все ученые подписали, то есть какое-то чувство ответственности, нет, он пропал. Это не чувствует, это закон. Вот смотри, есть какая-то традиция российская, которая не писана, она касалась зарождающегося инженерного сообщества. Положим, главный инженер проекта моста, при испытании моста становился под мостом. этим самым показывал, что он уверен в том, что все правильно. Дальше, главный инженер проекта электростанции, после испытаний станции, после выключения всех рупильников, подходил и своей рукой касался шин высокого напряжения, показывая, что вот все нормально. Вот этого вообще куда-то пропало. в моральном кодексе, я думаю, что этот моральный кодекс должен быть, этот моральный кодекс должен быть всем известен, и моральные судебные осуждения, не юридические, а моральные осуждения должны присутствовать в инженерном сообществе. Его изгоняют вообще из инженерного сообщества. Масса случаев, когда тот же случай с адмиралом Нахимовым, когда погибли сотни человек, реальный же виновник Ткаченко, это капитан сухогруза Масев, ведь он шел, зная, что нужно пропустить пассажира, он шел, не сбавляя хода, потому что у него так было принято попугать пассажира чуть-чуть, а он смотрел на прибор расхождение и полибор показывал, что ненормально, разойдемся там, ну, чуть-чуть его там заднем, немножечко обману заденем, а прибор был неисправен. А после этого, когда состоялся суд, он вышел ярко-красной рубашки с гордым видом, вот, как будто вообще полностью невиновен, ему дали 10 лет, а когда в 91-м году их всех амминистировали, потому что они были репрессированы якобы, значит, вот этой политарной власти, его репрессировали, он переехал в Израиль, сменил имя, фамилию, значит, стал опять же капитаном круизного судна, посадил его на мере, разбил там, в Канаде, у меня никакой чувства, так сказать, вины и чувства ответственности не было. Вопрос задал. Нет, но это не первый случай, достаточно большая постоянная время, такой же развал был, видимо, в конце 30-х годов, и когда резко потребовалось повысить качество как инженерных, так и научных исследований, причем совершенно разноправных, это обошлось довольно большими, так сказать, посадками, которые носят название почему-то сталинских репрессий, хотя это имеет совсем другую природу. Согласен. Так, это можно включать. Только не красные. А вот это, кстати, недавно посадили метеорологов итальянских за то, что не предсказали землетрясения, сказали, что не будет. Так, на секунду отключите трансляцию, пожалуйста. Один вопрос, что у меня не записано, о том, как оценивается технический результат или техническая истина в инженерном деле. Критерием истинности является конкретно полученный результат. Если этот результат не соответствует данным академической любой другой науки, то нужно смотреть, что это за наука, и что она отображает, и это о чем. Я конкретный пример могу привести, я назвал это как старший матрос Саидов опозорил академическую российскую науку. Вот конкретный пример. Посмотрите, систему сдали промышленную эксплуатацию, систему Штиль для кораблей противоложных. В конце, уже когда нужно было возвращаться в Себастополь, командир говорит, хорошо, все прекрасно, давайте выключим всю вашу систему, всю вашу автоматику, всю вашу науку. Я ставлю старшего матроса Саидова, я его принял с другого корабля, привел с собой с эсмитцем, и пусть он в течение часа идет в таком же режиме, с такой же скоростью, с курсовым углом 40-90 градусов по отношению к волне, а полность 4 балла. А вот вы, показывает на меня, вы регистрируете, и потом сравните параметры работы системы автоматической, с режимом, который обеспечивает старший матрос Саидов. А старший матрос Саидов пусть работает в простом дистанционном управлении, то есть управляет двумя мутками. То есть реально берет штурвал и поворачивает направо, значит включает рулевую машину направо, налево включает рулевую машину налево, без следящего системы. В обычном режиме. Простой режим обычный. Обычный простой режим. И вот он, значит, где-то около часа шел. А я регистрировал. Что вообще что-то такое странное. Ну, там все расслабились со стальными, решили, что все нормально. А мне получилось странно. Он как-то как вкопанный идет и не болтается. Рыскание нет. Да, нет рыскания. И машина работает как-то очень слабо. И понятно. Значит, когда мы это регистрировали на осциллографии фотографическом, там на фотобумаре. Вот я эти все рулоны потом обычно я там собирал, потом шел в этот самый контрольный химический пост внизу, там ниже ватерлинии. Там проявлял, потом высушивали, потом эти ленты регистрации. я начнется к себе в гостиницу, там с одним приятелем мы расшифровывали эти данные. Считали среднее величное рыскание при скорости хода по курсовому волне, средняя эффективность работы машины. Когда мы посчитали, составили таблицы, пришел наш главный конструктор, возникла некоторая кутка. Просто вообще все задумались, было как-то очень неуютно. Старший матрос Саидов простым ручным управлением обеспечивал эффективность управления где-то в 2-2,5 раза больше, чем самый суперсовременный автоматический самонастраивающийся оптимизированный систем. Совершенно было непонятно. Мы долго разбираемся, что он делает этот старший матрос Саидов. Ну да, он по третьему году службу вроде бы. У него скоро дембель. Да, значит, собрались в гостинице и нужно было докладывать на государственной комиссии и контр-адмиралу, который там был, командиру корабля, в общем, всей компании. Начал что-то говорить вот здесь принцип щепановой вариантной системы, может быть так начали присматриваться. Действительно, он совсем по-другому управлял кораблем. Он смотрел на приближающиеся волны в рамках трехпроцентной обеспеченности, смотрел, что приближается девятый вал, система его еще не чувствовала, наша система. Потому что никакого отклонения не было. Ни производной, ни второй производной еще не было. он как-то чувствуя как-то органикой как действует корабль, начинал чуть-чуть перекладывать руль и рыскание было в два раза меньше, суперсовременные системы. Да-да-да. Вот. Да-да-да. Начали обсуждать, ну вот как мы будем выкручиваться. Ну, вообще-то просто, понятно. где мы найдем второго матроса, старшего матроса Саидов? Это один. Обычно в БЧА-раз принимают на службу москвичей и ленинградцев. Почему там оказался матрос Саидов из Ташкента, который ни разу море не видел? Ну, ни разу море не видел. Вот. То есть какой-то у него какой-то там опыт потрясающий, какое-то чувство корабля и чувство моря можно... Лошады, может, да-да-да-да. Это что-то такое, может быть, древнее такое, да? Вот. Он видел, ведь систему такую, инвариантную, по Щепанову физически построить нельзя. Об этом была дискуссия значит, даже, значит, на страницах журнала «Автоматика и теммеханика» в 40-х годах, когда Щепанов проголосил принцип инвариантности, его обвинили в буржуазной идеализме. А в чем принцип инвариантности? Значит, смотрите, этот принцип в том, что система будет практически нечувствительна к возмущению, если эти возмущения заранее вводить в систему для компенсации этого возмущения. Понятно, да? То есть, вот накатывается, и в корабле уже возникает противосила. Вот нужно эту силу мерить и, значит, компенсировать его противосилой. Понятно, да? Такую систему физически сделать невозможно. И на обсуждении, в котором я присутствую, там действительно были дискуссии, и согласились. Да, конечно. Вот, так можно. Если можно, предсказывать воздействие, это, наверное, может. Конечно, да. Так он предсказывал, он предсказывал воздействие. Он уже видел, что накатывается. И заранее готовил корабль. Да, но где такого матроса Саидова-Найоти 2-го? Ну, это он заработал, значит, час. И работал, значит, на публику, чтобы показать. А если он четвертый час вахта стоит? А если ночь? А если 7 баллов? А если он устал? А если не матрос Саидов? То есть решили все-таки, что вот в той ситуации эта система в совокупности оказывается целесообразной и эффективной. Матрос Саидов. А матрос Саидов получил, значит, старшины 2-й статьи при увольнении. Ну, все он уже на самое. На Денгеле дали старшину 2-й статьи и он, значит, уехал в свой тошник. Нет, ну, а если оптику еще включить сюда? Нужно оптику, нужно, это локатор, может, система распознавания образов. То есть это накрутить, еще неизвестно, получится или нет. А, значит, характеристики корабля меняются, скорость меняется, значит, подводные течения. Это же в своем чувстве, значит, нужно мерить подводные течения, нужно как-то измерять подробно, значит, обрастание днища корабля водорослями, значит, ветер. Она же самообучающаяся. Она самообучающаяся, но она вот это, это нужно все в самообучении включить. Она же самообучалась, только на изменение скорости ходов, она не мерила, не измеряла внешние воздействия, которые еще не дошли до корабля. Она их не предсказывала. А чтоб предсказывать, это все технически очень сложно сделать. Понятно, да? Вот. То есть нужно много каналов, да? Да, 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 конечно, конечно. И, значит, компьютер. Вот, теперь я, значит, вот, если хотите, я вам более подробно про вот характеристики вот этих объектов. Вы смотрите. Вот это большой противовозочный корабль 61-го поражения. Этот корабль строился на заводе 61-го коммунара в Николай. Построили 20 таких кораблей. Они, вот, измещение 4360 тонн. А как дом? Скорость максимального хода 34 узла. По параметрам он должен дать 35 узлов. Ну вот, как они не старались на мерный миле под фиолетом получить 35 узлов, но не получили. Записали 34 узлов. Экипаж 226 человек. 22 офицера. Сейчас ни одного такого корабля в природе не существует. Они все уже списаны. А сколько его строили по времени? Каждое? Что? Строили. Сколько? Ну, строили где-то около года, наверное, полтора. Там сотни организаций в этом участвовали. Десятки там проектных организаций, академические организации участвовали. Вот. Один из, вообще, на мой взгляд, лучших кораблей этого класса. его можно сравнить с американскими фрегатами. У нас нет такой классификации фрегат, вообще, и до сих пор нет в советском и в российском фрегатах. находящиеся в эксплуатации корабля 1134-1155. Вот адмирал Чабаненко, который сейчас строил. А вот Москва, который... Москва — это корабль пол-108-го проекта, очень старый, который называют тоже убийцей на авианосцев, его уже не строится. Он уже, по-моему, у него срок службы там на пределе. То есть, это не новый корабль. Вот. Он, вот этот корабль, конкретно, проворный, участвовал в боевых действиях в районе, вот в этом конфликте боевом в Средиземном море, когда, значит, Израиль там, значит, Египет. Вот. Он сопровождал и препятствовал маневрированию американских авианосцев. Об этом даже в печати американской было сообщено, что идет авианосец интерприз, идет какой-то русский корабль. Вот. Потом он начинает резать курс авианосцу. Мы ему даем сигнал, вы нарушаете правила маяхоза. Он поворачивает, он опять начинает резать. В общем, он его пас, короче, пас, Это тот, который не бронированный. Он не бронированный, но он пас, его спокойно. Вот. Дальше. А на нем какие-то средства куражения и минусцы есть? Он не ударный корабль, но вы увидите, что у него, смотрите, у него вот эти зенитные управляемые ракетные системы, волна, вот эта система «Итоган», которая управляет и устрирует, это кормовая система, вот у него артиллерийская установка спаренная 76-мм, это тоже противовоздушная система, да? Вот тут, вот видите, это торпедный аппарат «Ититруль» наденен по бортовой стрельбе, вот ракетный бомбомент установки «БУ-6000», «БУ-1000» и это противовоздушная самая противокрейсер он потянет? Он не до этого, это корабль эскортный, это корабль защитный, это корабль сопровождения эскортов и охраны крейсеров, ударных кораблей, специалистов, да, это корабль специализированный, да, корабль специализированный. Дальше, вот этот десантный корабль, так, чай, нажмите, нажмите «Скрыт» и теперь средний. вот этот малый десантный корабль проекта «Джей РАМ», который предназначен для высадки десанта в пределах 220 человек. В Твиндеке помещается или два средних танка, или три плавающих танка, или три бронетранспортера. А средний танк, что такое? Средний танк, но это не БТ, БТ, по-моему, это типа плавающий танк. Т-50, по-моему, Т-50. Вроде классификации средний танк, тяжелый танк, уже нет сейчас. Ну, он предназначался не для тяжелых танков, для средних танков. То есть, это основной танк? Да, основной танк, основной танк, да. Вот, вооружение у него вот два АК-230, вот там два шестиствольные автоматы. Кстати, когда проектировался корабль, он был свидетелем, там же всех приглашали, у них специалистов на эти совещания, значит, накладывался вести сный проект этого корабля, в нем не было предусматрено приехать этих пушек. Приходит капитан первого ранга, откуда-то из звука. Он говорит, а где пушка главного конструктора? А главный конструктор говорит, какая пушка? Он говорит, ну пушка где? Он говорит, у нас ТЗ, никакой он тактико-технических требований, там пушек никаких не должно быть. Где такой проект как пушка? То ли он в отпуске был, как-то без него все это сделать. Он заставил все переделывать, вот это аппарель здесь выносит. Высок десанта. Ну тоже слабое вооружение. А зачем пушка? Ну вот он считал, что для защиты от воздушного противника, положим, пикирует какой-нибудь легкий бомбардировщик. Или, например, противник силами какой-то там двух-трех легких танков решает в процессе выбора атаковать этот самый десант. Вот тогда шестиствольный автомат тульского производства делает 6 тысяч в минуту и они 30-мм. Это приличное рудование. Он может эту публику восстановить. Вот их тоже было сделано 20 штук. Они базировались на Каспе. Осталось несколько экземпляров. Каспийской флотиде существует, флотиде но больше не строят. Строят борей, а не другие. Они, во-первых, крупнее и они имеют другое вооружение. Это старый корабль. Это же корабль 64-го года. 40 лет. Другое поколение. Я ставлю потом. Вот лунь. Единственный экземпляр. Он сейчас Каспийский. Реально там рожавей. Он вооружен шестью москитами. То есть это ракеты типа тех, которые на кресле москва что? Да, это москиты. Вы знаете, те корабли, которые вооружены москитами, называются москитными. Говорят москитный флот. Это ракеты поверхность поверхности, которые американцы дико боятся. Потому что против нет, против воябия. Они не могут защитить авианосцы, если эти ракеты подошли уже в зону самонаведения. Потому что они когда включают форсаж, обычно делается двухракетный залп, и они, меняя высоту и скорость с разных сторон атакуют этот авианосец. А при попадании в него взрыватель срабатывает, когда ракета вошла в центр корабля. Представляете, что это такое? То есть это страшная для американцев полета. То есть он здесь. Вот форсаж, значит, я хочу, сколько там времени? Я хочу тогда, смотрите, я хочу один только вопрос, последний. я считаю, что флот является одним из наиболее благодатных сфер инженерной профессионализации. Я объясню, почему. У меня четыре причины, по которым можно флот считать наиболее благодатной сферой инженерной профессионализации. Первый. Флот и военный корабль это тот объект, где не действуют рыночные отношения. Там нет денег при взаимодействии тех людей, которые работают, служат на этом объекте. Там проявляются отношения профессионализма, профессиональной зависимости. Там нельзя купить или продать сделанное или недоделанное отчет или рекомендации. Там эти профессиональные отношения и профессиональные знания проявляются в чистом виде. То есть чисто как профессиональный уровень, как профессиональные знания, как профессиональный опыт, как профессиональная ответственность. Это первое. Вторая причина того, что это наиболее благодатная среда профессионализации. Там очень тесная технологическая связь между всеми зрениями, всеми участниками этого процесса. Там жизнь каждого зависит от действий другого человека. там особо ценится профессионализм, опыт и ответственность. Вот. Третье это среда очень дружественная и очень этические совершенные. То есть там нет такого понятия, как, ну, по крайней мере, в мои годы, когда я там был, как дедовщина. В принципе, быть не может. Потому что, если есть какой-то, положим, субъект, который кого-то обидел, например, какой-нибудь из старичков, или даже офицер, он может случайно оказаться за бортом, смытым, например. Его случайно могут заметить слишком поздно. И когда объявят человек за бортом, то, в общем-то, его можно уже не найти. Поэтому все знают про это. И последний, очень важный момент, почему это благодатная среда профессионализации, это момент эстетический. Я считаю, что это очень красиво. Обстановка очень красива, очень красиво море, очень красив корабль в любых системах маневрирования, в любых его режимах. Это можно смотреть до бесконечности. И очень красив берег, к которому корабль возвращается. Особенно Севастополь. Вот кто-нибудь из вас входил с морем в Севастополь. Вот когда входит корабль в Севастополь и берет инкерманский створ, то есть штурман выйдет, что идем по створу. Слева константиновская батарея проходит боновую зону, потом справа памятник погибших кораблей, потом проходим, значит, слева стоял крейсер Дзержинский флагманский корабль, слева точка, где стоял известный линкор Новороссийск, погибший в 1956 году, там несколько сотен человек погибли, там же стояла императрица Мария, он идет дальше к Нокерману, там останавливается, швартуется минным пристанем, вернее, угленного кричата. Это все исключительно красиво, то есть более красивого города, по-моему, я вообще не видел. и в этом городе базировалась не только краблицкадра базировалась, она не только в Севастополе, она базировалась в соседних бухтах, партизанская, карантинная, дальше там все были заводы, потом те заводы, которые обеспечивали флот, без заводов в Николаеве, в Херсоне он не может функционировать реализовать, без базы ремонтной в Поте флот не может реализовать функционировать, это единый комплекс, который нельзя поделить. А Поте теперь Грузия или нет? Грузия, Грузия. Но когда наши оставили Севастополь и советский флот ушел в Новороссийск, крупные корабли ушли в Поте, они там ремонтировались. Вот я желаю каждому обрести вот такую среду максимального приятственного для специальности. Вот я не в три пункта не стал быть. Так, теперь, пожалуйста, продолжим. Отношение к инженерам хорошее. Что? Отношение к инженерам на ходе. Оно по-другому быть не могло. Просто. То есть, настолько уровень доверия, вот я подсказал конкретный пример. Я там сопровождал авторские исправления на корабле. Я утром приходил с офицерами на катере, я должен проверять, мы можем тестировать систему в нескольких местах, обычно главным командным посту. Мы пришли, правого борта нет, то есть, питания на правом борту нет, на левом борту нет. А мне нужно быстро оттестировать, скоро объявят боевую тревогу. Ситуация падает. Я побежал к замполиту, говорю, напряжение нет по правому или левому борту, я не могу эту машину включить. Он говорит, ну ты знаешь, как делать. Мы команду. 23, парень. Я пришел в главный командный пост, набираю ПЭШ КГС, корабельную гранд-проводящую сеть, вызываю ПЭШ ГКП. Они говорят, есть ПЭШ. Я говорю, включить, правой борт есть, включается. Что-то странно. Включить левый борот есть, левый борт включается. То есть, это воля какого-то доверия, удивительно, я сам просто обалдел. Потом, когда, например, очень тесная связь между всеми науками академической, отраслевой и производством. Ну теснейшая связь просто. Например, был такой конкретный случай. Вот лодка подводная, на которой наша организация делала систему управления, в ней что-то сломалось с управления рулями глубины. Она находилась в Средиземном море. Значит, из штаба флота позвонили в нашу организацию по ЗАСовской системе. Вызвали главного конструктора. В течение часа выяснили, в чем дело. Выяснили, что там вышел из строя блок. Этого блока запасного на лодке не было. Лодка подходит к басформу. Значит, сделана была уникальная операция. Срочно организовали командировку ведущего инженера. Ведущий инженер тестировал блок. Ему оформили командировку. На машине в Волге нашего директора его отвезли на аэродром во внук. Он вскочил в самолет, полетел в Симферополь. В Симферополь его ждал у Азика штаба флота с мигалкой. И он на полной скорости из Симферополя поехал в Севастополь. На Севастополе на пристань стоял скоростной катер на подводных крыльях. Наш ведущий инженер прыгнул на катер, он вышел в море, встал на крылья и встретил лодку в нейтральных водах на южной части Черноморского Черного моря. Она была в полувсплытом состоянии. Значит, наш ведущий инженер прыгнул в рубку, там минут 10 он повозился, все оттестировал, потом выпрыгнул из лодки, сел на катер, вернулся, лодка опустилась, прошла в Средиземное море, а этот наш ведущий инженер пошел в штаб флота, оформил командировку задним числом на неделю уехал отдыхать в Ялл. То есть, как это все было организовано? То есть, без договоров, без тендеров, просто надо это все было... Без сертификации? Без сертификации, без тендеров, без всяких... Вот это все без конкурса, просто. За сертификацию, наверное, отвечал ведущий инженер. Ну, отвечал, главный конструктор. Потому что генеральный конструктор вообще всей организации. Генеральный директор. А что, перед штабом был? Откат был, он поехал отдыхать. Откат, вот, неделю он получил отпуска вот так. Это вот откат. И он очень там потом красочно описывал, как это, такой был прекрасный вопрос. Можно немножко про русский шоу и профессионализм? Так. Вы знаете, вот, каждый профессионал в какой-то области, он, если является профессиональным инженером, он поневоле вынужден осваивать смежные области. Причем освоение смежных областей происходит в процессе непосредственной профессиональной работы. Вот, положим, вот, человек, который занимается системой управления движения корабля. Если он этим профессионально, реально занимается, он обязательно должен знать и включаться и осваивать, положим, такую сферу деятельности, как штурманская система, как система управления движением, то есть все, что связано с БЧП. там систему управления противолодочным зигзагом. То есть он становится постепенно макроспециалистом. И человек, инженер, когда поднимается по своей служебной лестнице, это не административное восхождение, а это восхождение макропроектирования. Он становится макропроектантом реально. И, доходя до какого-то уровня, человек выращивается макропроектантом системы, сохраняя свою предметную направленность. И вот я что хочу сказать. Тут сталкиваются две идеологии макропроектирования, две идеологии управления. Западная идеология, менеджерская, которая утверждает, что руководителем крупной макросистемы технической может быть не профессионал в этой области, не макроспециалист, а он может быть методологом, методологом, менеджером. А российская традиция состоит в том, что каждый крупный руководитель, он является макроспециалистом в своей макрообласти, пройдя определенные необходимые этапы возвышения. Вот, значит, например, чтобы стать руководителем на железной дороге, нужно пройти этапы, начиная от машиниста, составителя поездов, начальника службы движения, на начальнике, так вот, между прочим, Галя, он сейчас оболган, он сейчас уже умер, начальник московского метрополитена, он прошел все стадии профессионального возвышения, кончив московский институт инженер транспорта, год проработал машинистом на метрополитене в Москве. Можно ли это требование сформулировать так, что инженер в какой-то области должен быть узким специалистом, этот вопрос он должен знать лучше всех, в других областях он должен быть широким специалистом, зная эту область настолько, чтобы уметь грамотно сертифицировать другие специалисты. Да, этого недостаточно. Нужно еще, поднимаясь на этот уровень, видеть предмет другого уровня, профессионально, то есть быть макроспециалистом в этом деле. Это не значит, что он... Настолько, чтобы уметь правильно сертифицировать, специалистов высшего уровня, и уметь собрать эти направления все профессиональные деятельности в одно целое. То есть не терять целостность вообще вот этого объекта, целостность представления, целостность управления им, целостность конструирования его развития. Борисович, я даю справку, целостность переводится на древнегреческий одним словом, гармония. Ну, да, хорошее слово, да, гармония. Гармония. То есть я просто этим самым хочу сказать, что не может человек, не знающий предметную сферу, но обладающий, положим, какими-то большими финансовыми возможностями и большими связями, иметь моральное право руководить, вот, положим, вот этим комплексом или этой опыте. Сложным техническим объектом. Я бы сказал, что человек, не имеющий такого опыта, то есть не знающий что-то лучше всех, никогда не научится правильно сертифицировать как и у специалистов. Можно вот здесь про это про широких русских, значит, есть, ну, по крайней мере, на Западе, да, и у нас чуть-чуть она, как-то иногда вроде возникает, дисциплина системная инженерия и, соответственно, системные инженеры. Инженер системной техники. Да, это, сказать, возникало, сказать, в Союзе, как раз, ну, сейчас это, неправильный перевод системной инженерии. То есть, книжка называлась системная инженерия, ее перевели сначала системной инженерии, потом, кому-то не понравилось, сказали системно-техника как-то более по-советски. Да, но самостоятельную тему. Но в итоге она, кажется, немного загнулась, да, кажется, или нет? Сейчас загнулась вообще инженерная вся культура, культура макропроектирования. Сейчас, например, очень сложно найти главного инженера проекта. Человек, который бы синтезировал множество разных направлений в рамках одного проекта. Можно массу примеров привести. Главный инженер проекта, конечно, это как раз системный инженер. Системный инженер, который знает не только технические аспекты и технические вопросы. Там социальные, там много всяких вопросов. Главный инженер проекта, положим, вот новый трамвай. Там масса всяких проблем, нужно это все вместе состыковывать. Часто нет главных инженеров, которые могли бы спроектировать новую электростанцию тепловую. Вообще просто нет. Культура такого макропроектирования крупных технических объектов, она потеряна. Их никто не производит, никто не изготовляет, никто не подготовил. Вот таких. Да. А кажется, это как раз и есть системное образование. Да, да, да. Я хочу вам просто показать некоторые сравнительные параметры технико-экономические разных видов транспорта в сравнении с экранопланом. Тут у меня старая есть презентация, где решалась такая задача. Нужно было определить эффективность различных видов транспорта при решении транспортной проблемы России. В частности, транзитный транспортный ресурс. На какой вид транспорта желательно и целесообразно ориентироваться при развитии транспортной системы России. И если у России тут какое-то будущее. Вот я посмотрел с помощью такого критерия. Это удильный расход энергии на перевозку одной тонны груза. Это соотношение полезной мощности массы переводимого груза к скорости в килограммах на тонны километров. Вот в качестве такого критерия. Понял, такой критерий обобщенный. Вот по этому критерию. Наиболее энергоэффективен. Какой вид транспорта в России? Вот именно. Да. Вот, пожалуйста. Вот еще всякие показатели. Вот авиационный транспорт, чистый авиационный транспорт. Значит, в бою. Вот авиаз. Вот экраноплан тоже. Значит, вот судно на подводных крыльях. Вот судно на воздушную подышку. Ну, грузовое. Вот водоизмещающее судно. Это, значит, сухогруз. Ну, много я, значит, видов сухогрузов там посмотрел. Вот классический железнодорожный транспорт на тепловой тяге. Причем даже невысокий скоростный. Вот железнодорожный транспорт. Это Ерман. Это электровоз с переменного тока, который выпускается на Черкассовом. Вот тепловоз «Витязь». Вы это выпускаете? Он, кстати, неплохие характеристики. Если он будет таскать состав где-то две-три тысячи тонн, он может, наверное, 7 тысяч тонн таскать. Вот такой электровоз. Ну, это вот высокоскоростная магистраль. Это «Дживэ». Это тоже «Дживэ». Знаете, это высокоскоростная магистраль, которая, значит, сейчас действует в Западной Европе. В Германии, во Франции. Где-то скорость 300-330 км в час. Вот такие поезда обычно, значит, между Леон и Париж. Вот так вот. У нас, кстати, не одно высокоскоростное магистраль. А «Сапсан» — это не высокоскоростной поезд. Потому что он идет по тем же путям, где и передовое движение, пассажирское движение, пригородное. Там высокоскоростные поезды. Но все-таки это самое. Вот эти высокоскоростные вещи, они же опасны. Они... Кстати, за всю историю существования высокоскоростной магистрали «Дживэ» и даже «Дживэ» — следующий этап. Не было аварий, в которых погибли люди. За всю историю работа на тех высокоскоростных поездах. А вот из «Меган» была авария, поезд сошел в Север. Это где? Это невысокоскоростная магистраль. Там даже два поезда. Под Нью-Йорком и в Испанию. Это другой состав. Это не точевы. Это не точевы. Это там машинисты — это обычный состав. Значит, пригородный. Вирус гибельский. Да, это просто... Да. Нет, ну если любой какой-нибудь там... Ну это машинист, который уже потерял чувство контроля и решил, как он пройдет этот разворот. Он прошел 130 — нормально. 140 — нормально. А тут решил 150. Но там 70 градусов. Ну любой кирпич на весах. Ничего. Вот это «Транс-Рапид». Знаете, да? Это на магнитном подвесе, под Ганновером, между Ганновером и аэропортом. Тоже где-то около 400 км в час. Сверху скоростная магистральность такая. Вот это вот наш российский проект «Струдный транспорт» Ельницкого. Он считает, что они могут быть конкурентом и авиации. Так вот, смотри, вот реальные показатели вот этой их характеристики. Вот смотрите. Посмотрите. Вот Боя, да? Вот его отдельный энергозатоп. 4 380 тела Джоуль на тонну. А вот Луни экраноплан. Он при наличии этого экранного эффекта. Если он идёт на экране, если он там забрался и подпрыгивал, у него, вот видите, 6-8 тысяч тысяч. Два раза хуже эффективность при перевозке грузов вот этого вида транспорта. И оказывается, вот смотрите, если мы возьмём грузовые составы. Обычный, традиционный, русский состав. Знаете, что есть система перевозки грузов. Западноевропейская, американская, а не российская. Они разные. Западноевропейская система перевозки грузов – это короткие поезда с большой скоростью. Американская система – это длинные поезда с малой скоростью. А российская система – большие поезда с большой скоростью. Смотрите, 110 килоджоули на тонну. С ним может сравниться только танкеры, водоизмещающие суда. Они даже имеют преимущество. Да, это в зависимости от критерий. Если нужна скорость, для пассажирских перевозок скорость действительно существенно, а для грузовых перевозок, если вы везете в угли, газовые полосы. Смотрите, даже суть на крыльях тоже примерно как в луке. Это очень энергозатратно. Весело, но дорого. Это оттеновый побочный эффект? Да, конечно. А для пикосных грузов. Так вот, если сравнить... Даже наши есть плохие танки, Казбек, Раду. Энерго-емкость очень приличная. То есть может соревноваться. Так если дальше сравнивать... Зато луня не убежишь. Зато луня не убежишь, но можно очень сильно разбиться. Так вот, получается, что для решения транзитного... Транзитный потенциал российский имеет определенные преимущества, если сравнивать с классическим железнодорожным транспортом. Видите? Вот это рекорд, да? Да, да. Это, если взять, например, классическую, старую, традиционную железнодорожную систему. Обычный электровоз и даже не тяжелый состав, не 70 тысяч тонн, а 2 тысяч тонн оказывает наиболее эффективный энергетический способ перевозки. И получается, что с учетом того, что вот Россия, она имеет по своей географическому протяжению преимущество во расстоянии, во времени перевозки, то тогда... То есть, вот эта вот обычная, наземная, традиционная железнодорожная трасса тоже может дать преимущество России в реализации этого производства. Значит, его транзитного транспортного ресурса. И вы же не возить грузы, положим, из Китая в Финляндию по российским железным дорогам, чем морскими видами транспорта любого происхождения. Китай-Финлянди, там, в нужные корректы, да, грубо говоря, сравнивать. Ну, где-то вот и по времени раза в два, да, и по энергозатратам нескольких. Вот. Нет, потому что у танкеров было в два с половиной раза дешевле. Нет, а с учетом... Нет, это доставка. Это доставка. Не на километр. Да, это не на километр. Это не тонна километра. Это не килоджоуль на тонна километра, а это килоджоуль на тонна точке к точке. При этом же получается короче и скорость выше. Поэтому, получается, такие преимущества. То есть вот при таком сравнении оказывается, что вот экраноплан, он реальной эффективности для перевозки грузов не имеет с точки зрения энергозатрат. Он имеет только, действительно, для освоения северных территорий, для северного завоза, для движения по северным рекам, может быть, на северном океану там перевозки грузов. Да, и для, конечно, решения задачи стратегического оборудования. Вот. Так, еще. Все, пожалуйста, вопросы. Пустя... Да. Борис, мне ужасно понравилось. А, книжка будет или хотя бы брошюра? Или хотя бы выложить на сайте? А, нет. Я просто откладываю на сайте. Не об этом, а просто в сайте. Публичная часть моей идеи, публичная. Я вот здесь, так говоря, познакомлюсь. Она не справится. Высокую говорить? Да, понятно. А, спасибо. Так, тогда я... А можно высыпать ведущего? Да, можно. Коротко высыпать. У нас есть модератор? Да, вот я о нем расспрашиваю. Нас мало. Борис Викторович, по поводу профессионализма. У меня возникла мысль, что нужно разделить на два понятия. Это профессиональная уверенность, о которой мы много говорили. И второе, это профессиональная добросовестность. Вот это более тонкое и тяжелое понятие. Ну, уже такой профессиональный, недобросовестный дантист. Он может вырвать здоровый звук. И ему за это ничего не будет. Площился? Нет. Приятно. Вот. Ну, вот. Или там какой-нибудь модельер, да. Ту, кто вам загонит, деньги сдерет большие, все будут смеяться вот тут. В какой модной одежде вы ходите. Вы вот в своем докладе говорили, что есть гармония на плоти. Потому что, если не будет гармонии, то не будут ходить сюда. По тону. Не по тону, но тут стоять или тонуть. Или как угодно. Вот. В авиации, по-моему, тоже самое. В авиации такой же. В авиации такой же. Замолёт не взлетит, если недобросовестные конструкторы и профессиональные неуверенные. Вот, если так. А сколько мы в неответственных областях имеем имитации деятельности, когда считается, что профессиональная уверенность сработала и все сработали добросовестно. Вот, как такие критерии сделать в неответственных областях? Не ответственных никак. Никак? Безответственных какая может быть там профессиональная уверенность? Безответственных. Можно сделать все, что угодно. Тендеры по-другому проводить. Бессмысленно. За откатами следить. А? Какая игра в результатке? Да. Какой самолёт вы найдете? Который сделан с откатом с большим или без откатом? Без разницы. Критерий эффективности монетарной, он зачеркивает вообще понятие профессионализма. Там профессионалы не нужны, потому что там критерий один – прибыль. Если ради прибыли можно угробить корабль, ну почему? Можно и угробить корабль. Ну почему был профессионализм? Это из разной области. Главное, застраховать его. Ну да, застраховать – получишь выгоду – все нормально. Неправильно подставиться. Ну вот на флоте это тоже бывает. Мы выбросили катастрофу торговых флотов. Это уже торговых флотов. Куча всяких. Торговых флотов. Которые работают в рынке. Я ж говорю, по району морской флотов – там и рынок. Вот, значит. А вот когда я не сделал этого развлечения. Хотя часть и рынка. Потому что, например, в авиации самолет типа Як-3, он не был ни самым быстрым, ни самым ажданным. Но он был самым лучшим самолетом, который позволил организовать противовоздушную оборону. Который позволил завоевать в господственном воздухе. Но он был очень технологичен. Простой. В производстве. Ну ладно, я с вами выступлю. Очень спасибо. Аплодисменты. За внимание.